Они часто и манипулируют мною, когда хотят что-то попросить, дайте мне, пожалуйста, миллион, вы же хотите сделать мир красивым, дайте, пожалуйста, миллион, но я это утрирую, потому что миром же правит любовь, значит, надо всё поделить или всё раздать. Вот, на самом деле это всё не так. Не в материальном аспекте надо рассматривать эти два главных выражения, к чему я пришёл. Знаете, что такое любовь на самом деле? Я дам прямое определение, которое, так или иначе, как бы и не думали, вы всё равно к этому будете проходить. Это безусловное служение. Служение ради созидания, ради радости и удовольствия тому, той системе, тому человеку, той планете, которому вы свою любовь проявляете. Безусловное. То есть, отдаёте всё, взамен ничего, вы не просите. И на таких условиях вы выполняете свою миссию. Вот это есть любовь, это есть безусловное служение, и только при таких условиях вы способны подняться на самые большие высоты. Как только начинается торг, как только начинается торг, мы теряем. Что такое торг, вы знаете, да? Типа, нет, я вам столько, да, а вы мне столько, да. Нет, нет, нет. Вы очень много захотели, давайте поменяемся местами. И начинается, и мы всё, мы всё теряем. Мы не можем войти в поток, о котором вчера говорила Ольга Алексеевна, и огромное спасибо. Да, мы не можем прийти к тому состоянию, которое нам дают сверху, открывают все нам двери, ворота и секреты. И мы не можем обрести ту уверенность. То есть, на самом деле это есть состояние истины. То есть, безусловное служение, состояние любви, это есть истинное состояние человека, состояние человека, который готов творить, созидать. В общем-то, находиться в том естественном состоянии, в котором человек должен находиться. Всё остальное это потребление, которому нас пытаются приучить всеми инструментами, естественно. Можно свет в зал добавить, а то как-то убрали место, чтобы добавить. Вот. И это понимание, самое главное понимание вашего отношения к миру, может привести к вас к самым большим высотам. Что такое делать мир красивым? Вот. Кому нравится сцена? Вот как она оформлена, как она празднично оформлена, да? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я посмотрел, если у нас всем нравится сцена. Я второй день сижу и восхищаюсь сценой. Просто смотрю, у меня сразу праздничное настроение. Вот она. И экран прекрасный. Помните, прошлый год, да? Как-то чуть-чуть спаховали с экраном. В целом, в принципе, конечно, благодаря нашей теплоты и эмоции, всё было там, что прекрасно, но экраном остались недовольны, да. В этом году мы решили, естественно, таких промах не допускать. И много красок, много света, прекрасные огромные экраны, чёткие, красочные. И, естественно, смотришь и уже праздничное состояние. Особенно, когда выстраивается «Поколение Next» и занимаетесь всю сцену. Понимаешь, что жизнь удалась, праздник состоялся и больше ничего не нужно. «Поколение Next», вам мой поклон. Подкоренную ещё один поклон. Спасибо. Увидев вас на сцене, все поняли, что у нас всё хорошо. У нас есть будущее. Хотя никто не сомневается, но будущее надо увидеть. И вот вы показали будущее. Вы вышли, во-первых, вы поняли, что от вас всё зависит. Всё это я имею в виду будущее. Да. И сидящий в зале понимает, что наше будущее надёжных руках. То есть в ваших руках. Я смотрю и на верхний наш ярус. Да, смотрю на весь зал, потому что так, сидя в зале, мы не прочувствовали. Когда вышла команда на сцену, мы поняли, что их тут не 10 человек. И не 100 даже человек. Так вот, делать мир красивым. У кого вопрос возникает? Вот откуда взялась? Вот почему делать мир красивым? Что такое делать мир красивым? То есть, кто понимает смысл этих слов? Вопрос, кто понимает смысл этих слов? Ну, я не сомневаюсь, что на самом деле все это понимают. Подсознательно, на уровне эмоций. То есть, всё понимаю, сказать не могу. Такое ощущение у нас возникает, когда мы ощущениями понимаем, а выразить мысль не получается. Сформировать. Она либо очень большая, либо невозможно его материализовать. Так вот, красота нашей планеты, если убрать с планеты человека, просто планета Земля, такая, какая она есть, только нет человека. Она прекрасна. Появляется человек? Появляется человек, и планета Земля может меняться под воздействием человека, как в одну сторону, так и в другую сторону. Кто был в городах, где невозможно дышать, где в городе запах химических реактивов? Реактивов? Это дело рук человека? Я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, как можно в таких условиях жить, но человек умудряется жить в таких условиях. Так вот, уже сегодня есть технологии, они просто не предоставлены нам. Они пока нам, они есть, они существуют, но мы к ним не имеем доступа по, опять-таки, человеческим решениям, по, скажем так, искусственным причинам, которые могут избавить планету Земля от всего этого безобразия. И, если бы не было человека, то мысль делать мир красивым, или вместе делать мир красивым, она, в общем-то, природа уже за нас все сделала. Красивее, чем природа, мы ничего не сделали, на самом деле. Вот. Но, чтобы к красоте, чтобы не испортить красоту, надо его добавить красотой, а не разбавить тегтем, да? Бочку меда. Так вот, наша красота, которую позволит сделать мир красивым, это наше внутреннее, душевное и духовное состояние. В чем оно проявляется в наших отношениях? То есть, делать мир красивым, это строить те отношения, которыми можно восхищаться, которыми можно восторгаться, от которого дрожь по коже, от тех эмоций, которые мы испытываем, творя добро, неся великую идею, относясь бережно, с огромной любовью ко всем, не только тем, кто здесь в зале, а просто вы выходите сегодня на улицу и начинаете всех любить. только потому, что они с вами встретились, пересеклись, прошли мимо вас, или улыбнулись вам, или посмотрели на вас, или даже не обратили на вас внимания. Вот каждый человек на планете Земля, если начнет так относиться ко всем, кто их окружает, мир будет другим. Вот. И делать мир красивым, это относиться к миру прекрасно. Вот смысл этих слов, потому что часто все это превращается в то, что мы видим вот на сцене, да? Вот прекрасная сцена, дизайнеры работали, прекрасные краски, свет, но красота, которую мы видим, она просто несравнима с той красотой, которую мы несем в своей душе. Красота человеческих отношений. Она неописанна. Все поэты, писатели, композиторы, музыканты... Почему говорят, что у людей искусство вдохновением музой является женщина? Это в одном лице красота, любовь, готовность выполнить, безусловно, служение, готовность выполнить любое желание вознести на небеса. И это вдохновляет человека на те прекрасные создаваемые произведения, которые веками живут неподвластным временем. Но, сколько бы мы об этом ни говорили, пока это вас не проникнет, пока это не станет частью вас, пока вы не будете в естественном состоянии любви находиться, трудно как бы человека воспитать, принудить, делать мир красивым. Вам, это ваш путь, вы к этому придете, рано или поздно. Чем лучше вам будет, чем лучше во всех аспектах. Это и материальное, это и здоровье, это и окружение. Тем быстрее, тем раньше, тем быстрее, тем легче вы придете к этому состоянию, к состоянию творения красоты в мире. И один из самых важных аспектов, чтобы вы понимали смысл вашей деятельности, ту огромную мотивацию, это потребности человека. Потребности человека, человек обладает неограниченной потребностью, сколько мне не дай, мало. Но забывает о самых простых вещах, которые являются, есть в математике достаточно необходимые и достаточные условия. Вот здоровье, это необходимые условия, необходимые условия для счастья, для созидания, для творения. Для того, чтобы даже делать мир красивым, надо быть здоровым. Для того, сложно нести позитивные эмоции, когда человек болеет, немощен или страдает от чего-то. Даже внешние изъяны делают человека несчастным, пока он это не примет. Так вот, здоровье. Чтобы быть здоровым, в первую очередь, в первую очередь, это не те продукты, которые мы, надо бы сказать, благодаря Сергею Августову еще за то отношение за вчерашний доклад, да? Это не продукты. Это пока не продукты. Продукты — это поток. Первое — это знания. Продукты, мы их еще не научили говорить. А они еще не способны выразить, типа, «Сеешь меня? Я, в принципе, радость пользую, да?» Вот, знания или информация. И это есть «Вы». Без вас. Вы, конечно, спросите, а что мешает взять средства массовой информации в мире одновременно, по всем каналам, радио, телевидению, рассказать о концепции здоровья? Ну, казалось бы, что мешает. Ничего не мешает. Но философию уже изучали в школе, в институте. Диалектику проходили? Проходили. Вы знаете, что есть белое, есть черное. И они неразделимы, и они всегда соперничают между собой. Так вот, одна сторона медали. Желать, чтобы мы, да, все-таки мы чтобы были, потому что мы, в какой-то мере, инструменты. Но жили недолго. Не успели опомниться. Все свободны. Вот. Многие слышали матрицу времени, да? Первые 40 лет жизни мы взросли. Следующие 40 лет жизни мы реализуемся. И следующие 40 лет, это уже получилось 120, мы становимся мудрецами наставника. Мы способны давать четкие ответы на любые вопросы, мотивировать, контролировать эмоции и мысли. Тем самым помогать тем, кто находится на первой или второй стадии, быть в истинном состоянии. Но, знаете мой любимый анекдот, это басню, которую сократили. Вот. Ну, несмотря на то, что это происходит в третьем, как бы, отделе нашего спектакля, да? Вот. Отделение, да? До этого мало кто доживает. После 80 лет уже все, долгожители. Дожить до 80 лет, это уже подвиг. Почему? Потому что наша система здравоохранения, она играет обратную роль. Что мы можем этому противопоставить? Знания и инструменты. Знания и инструменты. Нет другого пути. Были мы недавно с небольшой делегацией в Грузии. Красивая, солнечная страна, прекрасные люди и все есть. Прекрасный воздух, вода, продукты, фрукты. Все, что хотите. Солнце. Все, что нужно для здоровья. Как вы думаете, в городе Тбилиси чаще всего, с чем мы видели людей в руках? Да, газированные, сладкие, шипучие напитки. Это я к чему? Если бы люди представляли, что они с собой делают. Я даже удивляюсь, когда люди... Почему говорю люди? Мы-то все все понимаем. У нас это уже все. Это норма жизни. Это вода. Это кислотно-шелочной баланс. Это матрица питания. То есть универсальная формула. Об этом я считаю, что надо говорить просто каждый раз. Вот. Так вот. Как они от этих дурных, приученных, не родились же с бутылкой шипучего напитка в руках? Нет, не родились. Вот. Эта привычка была привита. Как они могут избавиться? Только с помощью нас. Каждый из нас сможет, неоднократно повторив, что это вам не приносит пользу. Это вам приносит вред. Вот. А нужно пить воду. И вода должна быть такая, они смогут перестроиться, да. Ваша миссия нести эти знания приведет рано или поздно к тому, что люди все перестроятся. То есть каждый человек, так или иначе, на планете Земля, рано или поздно услышит эту информацию. И это начинается 15 лет. Коралловый клуб занимается пропагандой не только здорового образа жизни, а условий необходимых для здоровья. Не просто образ жизни. А что человек должен делать или не должен делать для того, чтобы он был здоров? И без распространения этой информации мир сам по себе сегодня уже не изменится. Конечно, возможна ситуация, когда эту миссию начнут выполнять сегодня правящие круги. Если они эту миссию возьмут на себя, не вопрос. У нас есть рано продукт, который не назначен для этой миссии. Но сегодня я могу сказать, что Патчиски единственная крупная организация, которая продвигает технологии здоровья, это мы. Каждый из вас.